Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В наше нелегкое время многие терпят убытки, потому что сейчас на рынках колоссальное падение из-за того, что все останавливается кругом. То, что сообщают люди из Европы, там вообще полный кошмар, все позакрыто, все сидят дома, комендантский час. И неудивительно, что это огромная встряска для всех, и акции падают. И, в общем-то, я не исключение. Посмотрите на мои убытки. Вот результат за сегодня. Минус 65, почти минус 66 тысяч рублей сегодня у меня. Только сегодня минус 3,4%. У вас такие же убытки или больше? Но, в общем-то, я не о том, чтобы вы меня пожалели, потому что стоит ли меня жалеть или нет, я не знаю. Давайте посмотрим, откуда эти убытки. И, может быть, вы поменяете свое мнение, скажете, ах ты скотина. Но, что есть, то есть, я вам показываю без утайки. Откуда эти убытки и чем они грозят обернуться. Ну, прежде всего, вот общий результат счета, вы видите, доходность к средним активам плюс 20% за месяц. Так где же эти убытки? А вот они, вот видите, вот было столько, стало столько. То есть, это моя прибыль уменьшилась. Но давайте посмотрим, за счет чего она уменьшилась. И что я жду? Вот, посмотрите. Ну, в основном, вы видите, вот они. И самое интересное будет здесь. Самостоятельное управление ИИС и текущее состояние. Посмотрите, результат за сегодня минус 51 тысяча рублей практически. То есть, минус 5,67%. Давайте заглянем внутрь. Вот, что здесь. Ну, доходность к средним активам 132,77% за месяц. 137% за месяц. Это текущая доходность. Ну, согласитесь, что, в общем сказать, наверное, можно и потерпеть такое. Вот, ну, давайте посмотрим на финансовый результат. Соответственно, 573 тысячи рублей на текущий момент. Это финансовый результат. Ну, от 573 тысяч можно, наверное, вы скажете, потерять 50. Ничего страшного не происходит. Но все еще интереснее, друзья мои. Самое интересное будет 19 марта. Вот, что будет. Я сам даже не представляю и не могу вообразить, что будет. Поэтому приглашаю вас ничего не делать. Просто вот смотреть, наблюдать и болеть за меня. Что будет? Потеряю я эти деньги или нет? Посмотрите, куда я вложился. Я построил опционные стратегии. Вот, и эти стратегии принесли мне на текущий момент 132,77%. Вот, но, но, есть такая штука, как вариационная маржа. И вот это вот, это накопленная вариационная маржа на текущий момент. То есть, это та прибыль, которая вот накопилась на текущий момент. Посмотрим, что с ней будет и откуда она берется. Посмотрите сюда, вот он, это срочный рынок Форц. Это срочный рынок, и там есть фьючерсы и есть опционы. И вот, посмотрите, вот у меня есть опционы и фьючерсы. Давайте посмотрим на опционы. Что они сейчас, текущее положение в опционах. А их у меня осталось совсем немного. А их у меня осталось совсем чуть-чуть. И посмотрите, все позиции, практически все, прибыльные. Посмотрите. И здесь, мне страшно даже называть такие суммы. 2 миллиона 798 тысяч 855 рублей. Это 39 купленных опционов. Пут со страйком 145 тысяч. Кто понимает, тот поймет, что это такое. Это по индексу РТС, который 19.03.20 истекает. То есть, будет зафиксировано положение. 2 миллиона 798 тысяч на текущий момент 855 рублей. То есть, плюс 2250 процентов. 2250 процентов с момента открытия этого фьючерса. Когда я его открыл, ну, где-то месяц назад, может быть, чуть меньше. Теперь следующая позиция. Плюс 549 тысяч, еще к тому же, 602 рубля. Плюс еще 1021 процент. Вот эта вот позиция дала мне плюс 1021 процент. Это в период, когда все падает. Потому что на падении можно заработать деньги. На серьезном падении, на резком падении можно заработать намного больше, чем обычно. И этот момент надо не упускать. И, кажется, я его не упустил. Посмотрите, что это за позиции. Это 15 купленных опционов ПУД со страйком 120 тысяч. То есть, если до завтра индекс РТС не вырастет на 25 процентов, если не вырастут акции на 25 процентов, вы себе можете представить такой скачок? Я не очень. До 19.03.2020, то вот эти деньги будут зафиксированы. И следующее. Опцион колл. Посмотрите. Опцион колл. Проданные опционы колл. 60 штук продано. Со страйком 112 тысяч 500. Они уже принесли 27 тысяч 723 рубля. И это 72 процента от того, что они могут принести. В принципе, пока они не в деньгах, они приносят деньги. Когда закроется, если цена не поднимется за индекс РТС выше, чем 112 тысяч 500, то, соответственно, вот это превратится в 100. То есть, вот эта сумма увеличится, а вот эта сумма, а вот эта сумма, скорее всего, уменьшится. То есть, ну, вот это вот, если кто понимает, это, вот это вот, я вот их переставил местами сейчас только что, вот это вот в чистом виде колл спред. Я его купил для страховки, если вдруг начнет, если вдруг индекс выскочит, то вот эта вот страховочка сработает. То есть, если индекс выскочит за 112 тысяч 500, я получу 60 умножить на 2500 рублей, если он выскочит. И это сохранит мне вот эти деньги. Ну, если сложить вот эти суммы, то, в общем-то сказать, кажется, что прибыль будет гигантская. Но это не совсем так, потому что есть еще фьючерс. Опля! Минус 224 тысячи рублей. То есть, он сильно уменьшает мою прибыль, и это тоже надо учитывать. Но согласитесь, что все равно, если сложить все эти цифры, то будет очень даже неплохо. Но прибыль будет не такая, конечно же. Конечно же, прибыль будет не такая, потому что большая часть, ну, не большая часть, а какая-то часть из этой прибыли уже зафиксирована. Сейчас я покажу, какая. И, кроме того, у меня зарезервированы средства на ГО. Они освободятся. Но при этом с меня спишутся премии, которые я заплатил за все купленные опционы. Вот за эти 39, вот за эти 15, за эти 60. И ко мне прибавятся премии вот за эти проданные опционы. Если вы ничего не поняли, то оставайтесь на моем канале. Просто посмотрим на результат. Как я построил стратегию, которая позволила мне вот получить тот результат, который будет. Какой он будет, я еще окончательно не знаю. Но, вот, возвращаемся еще раз вот сюда. И вот, на настоящий момент уже из этих денег финансовый результат 573 тысячи уже получен. То есть, они уже, ну, как бы зафиксированы. Они могут либо уменьшиться, либо увеличиться. Как вы думаете, они уменьшатся или увеличатся? Как вы считаете? Напишите, пожалуйста. И оставайтесь на моем канале. Я прямо покажу, что будет с этими деньгами. Останусь я в прибыли. Хоть что-то у меня останется. И если хоть что-то останется, то сколько это будет. То есть, правильно ли я сделал, что вот так вот, таким образом зашел в этот рынок, который считается крайне рискованным? Это срочный рынок. Но почему я сюда зашел? Потому что я здесь сначала приобрел всего лишь страховочку. У меня были куплены акции, так же, как и у многих из вас. И они все время росли. Но я все-таки подозревал, что когда-нибудь это может закончиться. И так как я уже не первый год на фондовом рынке, я знаю, что обвалы бывают достаточно резкими. И, в общем-то, по текущей ситуации, вот эта ситуация с коронавирусом, я считаю, что она слишком сильно раздута. Что была типичная пневмония, никто такую панику не разводил. Был птичий гриб, был свиной гриб. И такой паники не было. Сейчас развели панику. Что это такое? Почему? Зачем? Кому это надо? Я не понимаю. Но если мы видим панику и если мы видим обвал рынков, то на этом надо зарабатывать. И я просто поставил страховочку. И 19 марта мы увидим, во что вылилась эта страховочка. Когда рынки начали валиться, да, я увеличил вложения на срочный рынок. А опционами я вплотную начал заниматься уже полгода назад, потому что на срочном рынке, да, при падающих индексах, при падающем рынке можно зарабатывать деньги, но фактически только на срочном рынке. А самые большие деньги можно зарабатывать не просто на опционах, а на опционных стратегиях, которые позволяют при минимальных рисках, ограничивать риски можно там при минимальных рисках, эти стратегии позволяют получить прибыль в сотни процентов. И оставайтесь на моем канале, мы посмотрим результат вот этой всей стратегии. Ну, а сейчас поставьте, пожалуйста, лайк, напишите, что вы думаете по этому поводу. Мне крайне интересно ваше мнение. Спасибо за внимание. До 19 числа будет очень-очень интересно. И да, я еще... Будет интересное видео про доллар. Я думаю, что я попытаюсь изложить свое мнение, оно будет крайне интересно. Я вас уверяю. Спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале. С вами был Демитков Юрий. До встречи. С вами был Демитков Юрий.